Первый вопрос. Здравствуйте, дорогие Жанна и Александр. Поделитесь, пожалуйста, расписанием вашего дня. То есть, как вы проводите каждый день? Как ты, Александр, успеваешь работать, служить, выстраиваться пружинские отношения с женой? Не просто так, между прочим, обменом информации, встречаешься с женой, чтобы быть с ней в общении, быть вместе. Воспитываешь, проводишь с детьми время, не только за столом во время еды, с друзьями, с родственниками, с Богом. Как ты успеваешь? И я сразу хочу сказать, а как вы знаете, что я всё это успеваю? Я могу даже сказать, что я многого очень не успеваю, как бы хотелось успеть. Но в любом случае я хочу сказать, что моя формула или моя лично модель, как я верю, можно успевать и как праведник успеет. Потому что первый псалом, помнишь, первый псалом Давида, да? Он говорит, что человек в законе Господа, воля его там, и во всём, что он не делает, успеет. Я лично верю, что это тот человек, который делает именно богоугодное дело, он успеет. Но это не рассматривается тот тип человека, как супермена, как вот человека, который всё успевает. В плане, ну что значит всё? Что входит сегодня в наш обиход? То есть ты должен быть в физической форме, это значит, ты должен как минимум через день быть в спортивном фитнес-клубе, ты должен уметь готовить, ты должен быть внимательным, обходительным, ты должен как минимум час провести в молитве, ты должен развиваться в карьере, ты должен по вечерам брать уроки в колледже, ты должен обязательно проводить время с детьми, ты должен читать, ты должен знать новости все. Ну, короче, я лично считаю это обольщением, и я это говорил и говорю ещё раз. Если вы услышите подобные воззвания, призывы, пусть это делают проповедники, пусть об этом пишут книги выдающиеся авторы, пусть это будут нью-йоркские бестселлеры, я хочу сказать, что я в это не верю. Я считаю, что этим подходом отдельные люди загнали наше общество и тем самым сбили с толку, сбили с пути. Человек не может всё успеть, он не может всё знать, он не может быть всесторонне развитым, это не получится, это невозможно. Следовательно, когда есть у нас обетование, данное в первом псалме, во всём, что он не делает, успеет, я считаю, что речь идёт о человеке, который проверяет и проверяет весь перечень своих дел и выстраивает приоритеты, что действительно важно перед Богом, что менее важно и что не важно, совершенно не важно, а что может быть даже вредно. Потому человек как бы выстраивает приоритеты и предпочитает главные второстепенному. Ну вот приблизительно такой моделью я пользуюсь, потому действительно, оглядываясь назад на годы и нашей совместной жизни, и по отдельности каждый из нас, я считаю, что многое успели, именно благодаря тому, что вот так отсекали. Именно отсекали, то есть секрет или тайна заключается в том, чтобы отсекать. Очень многие вот эти веточки, которые просто забирают сок жизни, но они не плодоносят, у них не было, нет и никогда не будет плода Бога угодного, то есть их отсекать из твоего, так скажем, духовного рациона. Подобный вопрос, возможно, ты захочешь что-то дополнить, но подобный вопрос вот и адресован тебе, можешь его прочитать. Эдик и Оля задают мне вопрос, как ты, Жанна, успеваешь в доме с хозяйством, воспитанием детей, с уборкой, с содержанием порядка, в служении, с построением отношений с мужем, друзьями и родственниками. Как всё можно успеть с маленькими дошкольными детьми, когда они всегда дома? Можно ли быть в этом успешным, не имея помощи со стороны людей? Поделитесь, пожалуйста, знанием, опытом, расписанием, методами, которыми вы пользуетесь. Как уже Александр сказал, что идеального баланса не существует, вот чтобы в течение дня успеть абсолютно всё. Если, скажем, более практично я скажу, что если я эта неделя больше уделяю времени для семьи, то следующие, скажем, несколько дней или следующей недели я обязательно переключаюсь на служение. То есть пытаемся как бы балансировать в общем, но идеального как бы вот его просто нет. Есть приоритеты, и вот от этого мы исходим. Для меня очень важно сказать, что есть периоды в жизни. Есть периоды в жизни, это очень важно понимать. Когда, например, у вас маленькие дети, я никогда не поощряю молодых женщин, у которых маленькие дети, идти в служение, потому что прежде всего Иерусалим, её дом, её семья — это и есть служение. И наш подход, мы должны именно так и относиться, что всё, что я делаю, я делаю как для Господа. Для меня был момент очень сложный, так как мы были до этого в служении, мы находились на миссионерской поездке в течение трёх лет в России вместе уже, когда, будучи ещё не замужем, не женаты были, потом уже поженились, вместе были. И когда у нас родился первый сын, я поняла, что ради этого ребёнка я должна оставаться дома, я не могу посещать все мероприятия, все домашние группы, все служения. В какой-то мере мне было очень сложно. Я человек, который общительный, я люблю общество людей. Но в тот момент, когда я начала молиться, я помню этот момент, я утюжила тебе рубашку, и я как-то вот так, мне тоска напала такая, я думаю, ну вот, вот, он, ему везёт, он уходит, я остаюсь дома. И в тот момент просто Дух Святой проговорил мне в сердце, что это вот сейчас такой период твоего времени, твой ребёнок очень нуждается в тебе, ты для него и пастор, и мама, ты для него весь мир. Потому, дорогие женщины, пусть это вас не смущает никогда, потому что ваша семья, всё, что вы делаете, это единственное нужно понимать, с каким сердцем и с каким отношением это нужно делать. Вообще мы хотим особо подчеркнуть то, что мы в церкви так учим, мы сами так понимаем, и нас Бог так учил, и потом мы с большой заботой и с большой уверенностью передаём это всем людям. Мы не рекомендуем, это мягко сказано, и мы категорически против, это прямо сказано, чтобы женщина шла в служение, когда у неё дом в запустении, когда дети нуждаются в опеке, во внимании, в утешении, в помощи с уроками. Мы действительно видим по Библии, по Писанию, что прежде всего, особенно мама, она должна быть дома. Если есть возможность в семье, чтобы жена и мама не работала, вообще была с детьми дома, это большое преимущество для семьи, для детей в целом, потому что она создаёт тыл, она создаёт атмосферу дома, уют семейный. Это очень важно, иначе тогда с дома все разбегаются, кто в школы, кто на улицу, растут дети на улице. Одним словом, я хочу сказать, что это чрезвычайно важно, то, что сейчас сказала Жанна, что это самое прямое и самое настоящее служение Господу. Всё, что мы не делаем, словом или делом, мы должны делать как для Бога. Я бы хотела добавить, потому что здесь как бы прозвучал, я понимаю вопрос такой, помогает ли кто-либо из людей посторонних. Если честно сказать, что иногда меня люди спрашивают, почему я не всегда сопровождаю в поездках своего мужа. Или наоборот, другая сторона существует, что почему я так часто езжу. То есть кто как видит, я бы хотела сказать, что именно помощи у нас нет. Домработницы дома, у нас нет нянечки, никогда не было, даже больше дети наши никогда не были в садике. Но я пытаюсь, потому что для меня очень важно было, у нас сложились такие обстоятельства, когда нашему старшему сыну было 8 недель, у нас в Америке нет декретного отпуска длиной в 3 года, потому что через 2 месяца мне нужно было выйти на работу. И я работала где-то в течение года, 3 дня в неделю, и один день я отвозила ребёнка к одной маме, другой день я отвозила ребёнка к другой маме. И когда ребёнок, уже ему было годик, я понимала, он теряется, он не понимает, что от него хотят, потому что в каждом доме свои порядки, свои законы. И я поняла, что вот дошкольный возраст — это то время, когда я могу вложить именно то, что я хочу. И сформировать и воспитать характер ребёнка именно таким, как я вижу. Это нужно было отказаться. Многие женщины боятся отказаться. Я понимаю, что есть условия, которые нужно, чтобы женщина работала, помогала финансово в семью. Но если есть возможность, в данном случае это был сознательный выбор, хотя мы тогда очень нуждались в финансах, но мы решили, что ради блага нашей семьи, ради наших детей мы готовы на эту жертву. И второй момент, что благодаря моим родителям и моей старшей сестре я иногда сопровождаю моего мужа с огромным удовольствием. Но это благодаря тому, что они стали частью данного служения, они охотно всегда помогают. Если бы этой помощи не было, я даже не знаю.